Книга «Открытым оком», 15-й том. Тема работы, вопрос 3007. Вы – удивительная личность. Как вы формируете свой рабочий график? И как вам удается так много работать? Что вы посоветуете начинающим, студентам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Удивителен Господь, удостоивший меня удивительной встречи с Ним и наградивший из своей удивительной сокровищницы. Я просил у Бога помощи, помочь мне отречься от самого себя вполне. Вставать нужно рано, не позже 4.40. Каждый день считать последним. И предвкушать радость других, кто получит ее от твоих трудов. Что бы я ни делал, старался всегда делать, как нужнейшее дело. Ремонтирую печи, весь день в саже по уши. А люди рядом заряжаются моей энергией и помогают с радостью. Дело мое чистое, хотя я и в саже. И мне не стыдно людям попасться, что я их обжулил. Никогда не считал и не считаю, что делаю что-то сверхневозможное для других. Разница в том, что Бог позволил мне воспользоваться данной мне решимостью и никогда не быть рабом чужих мнений, авторитетов. И делать то, что с проглядом вперед вижу очень нужным, полезным многим. Вы тоже можете найти себя, если будете рано утром стоять перед Всемогущим на коленях и молиться с многими поклонами и спрашивая Его помочь вам раскопать свои таланты и умножить их. Моими цензорами в жизни и в книгах моих всегда были только Бог и совесть моя. Вы молоды, будьте свободными во Христе, а значит, бойтесь малейшего греха, который засоряет ум и душу. Особенно бойтесь блуда. В наш лагерь приехал к сыну наш знакомый и потом написал статью. Кавычки открываются. Для того, чтобы грамотно организовать большое хозяйство в чистом поле, где создал свой лагерь-стан Игнатий Лапкин, не имея ровно никакой поддержки сверху и никаких личных капиталов, нужны могучая энергия, талант, ум, знания, воля, организаторские способности и, главное, четкая и ясная цель в жизни. Все это есть у начальника лагеря. Лапкин – выдающийся организатор. Таких, как Лапкин, сильных, умных и талантливых, до революции были тысячи и миллионы. Он – сын могучего народа, случайно уцелевший в самом подлом и самом страшном геноциде 20-го столетия, когда слой за слоем были планомерно уничтожены культура, мозг и энергия нации, аристократия, интеллигенция, духовенство, купечество, передовые слои крестьянства, кулачество. Игнатий Тихонович поставил перед собой сложнейшую задачу – возродить кусочек прежней растоптанной России. Кавычки закрываются. Клименко В.Ф. Редактор газеты «За науку» Алтайского госуниверситета. Телефон домашний, рабочий. В сокращенном виде статья напечатана в газете «Молодежь Алтая» 22 июля 1999 года. Псалом 38.6 «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий». Псалом 56.9 «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано». Ефесянам 2.10 «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Нет ничего страшнее эпопеи, исчезновения великого народа. Рецепты никакие не поспеют. В один заход пленен был царь и продан. Читая про седые времена, спокойно с внуками на слух берем страницы. Не трогает нас прошлая война, там не про нас и не за дело близко. Но так же охали, кричали выступления о гибели громады Вавилона. Там пал свой вилл, быть может, лучший Ленин, но ему, но и ему хребет был Богом сломлен. Их победившие исчезли в торопях. Так перья у орла выдергивает бурей. История греха, собачий хвост в репьях, сегодняшним предстала переодетой дурой. Грош революции, себя не защитившей, и в дикой ярости жирала всех подряд. Но развалилась, стала бесом пищей. Ее крушению самый нищий рад. Гнилой социализм с заразой коммунизма повсюду расплодили метастазы. Блудилища и срам при общей тризне сумели же союз в республиках размазать. Плоды сокрытия евангельских словес последние как будто добираем. Вточила гнева Божия весь виноград под пресс, и сеть подтянута к немыслимому краю. Аборты, наркомания, в обнимку грипп и спид, табачные миазмы над бутылкой. И к трупу обескровленному присосался жид, отброшено любовником постылым. А как не льнули бесы сверху, снизу, слетались хищники сионско отродье. Союз со смертью был, отнюдь не с жизнью, смириться бы у красного надгробья. 12 февраля 2006 год, Игла.